Добрый день, уважаемые коллеги-единомышленники, играющие учителя РКИ, а также родители. Хочу поделиться с вами идеей поиграть в headbands, всеми нами любимые, в формате онлайн. Сразу скажу, что вариант не такой беззаботный. Поначалу покажется вам как обычные headbands, но тем не менее детям нравится. Просто требуется немножко вам поэкспериментировать. Итак, игра headbands, или можно сказать, кто я, что я. В нашем случае, поскольку мы практикуем глаголы пью, читаю, ем. Это урок 10 по сороке. Или еще название есть, что у меня на лбу. Я решила использовать sticky notes или posted notes. По-русски, по-моему, их называют стикеры. Хотя, вроде бы, это наклейки. Если вы не уверены, как играть в игру headbands на занятиях РКИ, я поставлю ссылку внизу к этому видео, к моему маленькому, короткому видео, где я показываю, как мы это делаем на уроке. Тоже практикуем глаголы ем и пью. Вот. Значит, что мне нравится в этом занятии? То, что в отличие от простых headbands, они делают сами свои карточки. А это значит, что они пишут, они читают. Ну и по обычным правилам игры, что я, кто я, они еще и говорят. Я извиняюсь, у меня здесь английские варианты карточек из видео, потому что мне нужно было поделиться с американскими коллегами. Но, в принципе, вы можете брать любые слова, просто слова, лексику. Мне очень нравится практиковать с помощью этой игры именно глаголы. Вот. И вот у нас урок 10. Мы сделали карточки на каждое слово, отдельное слово, вот, чтобы дети могли попрактиковать. Я читаю и я пью. Вода здесь, это мой пример. Вот пример. Одну из карточек, которую сделал мальчик, с которым я первый раз пробовала. На нем я экспериментировала эту игру. Вот. Он уже эту карточку не видел. Я покажу, каким образом они сами себя не видят в экране. Убедитесь, что если у деток длинная челка или много волос вокруг лица, то родители и они комфортно себя чувствуют для того, чтобы волосы убрать наверх. Вот. Иначе не получится. Итак, в плане технических вопросов, если вы занимаетесь на iPad, используя Zoom, то нужно поделиться экраном и кликнуть на белую доску. Тогда белая доска закрывает человеку самого себя. Человек видит только другого участника видеоконференции. Если вы на рабочем столе, на компьютере, на лаптопе, то я посмотрела, когда я с одним учеником занималась, что мне всего лишь нужно было кликнуть вот сюда. То есть это галерея окон. Вместо двух окон, когда я кликнула на одно, и мое окошечко закрылось. То есть я сама себя не видела и не знала, что у меня на лбу, а ученик мой меня видел. Так. Я еще подумала, что, наверное, в эти выходные я попробую с детьми, чтобы им не заморачиваться с экранами, как и что закрывать, попросить у их родителей завязать им глаза. Вот в таком случае еще проще, ничего не нужно менять на экране. А может быть, попробовать даже взять вот эти, которые длинненькие записочки, sticky notes. Может быть, у них дома есть, или они смогут купить. Тогда вообще на маленьком лице эта карточка закроет глаза полностью. Вот. Надеюсь, что доступно объяснила свою идею. Надеюсь, что вам тоже понравится, как я уже сказала. Мне нравится то, что дети и пишут, и рисуют, и потом им приходится читать с экрана, и, конечно же, говорить, используя глаголы, которые у вас являются целью урока. Удачи! Продолжение следует...